Всем привет! Начинаем кулинарные изыски. Вот кусочек мяса, но мясо это не простое. Подвезли это мясо нам где-то, наверное, из Камчатки, где-то олени водится. Я уже не знаю. В общем, это оленина. Вот такой кус маленькой оленины. Он, конечно, несколько был подуставший. Олень, видимо, очень плотно занимался спортом. И видно, что мясо, скажем, жестковатое. У меня такое чувство. Ну, что есть, то есть. Она, видимо, долго замораживалась. Издалека везли к нам в Питер. Но первым делом, конечно, постараемся его каким-то образом разделить. Это просто ребра. Поэтому первым делом разделываем это мясо. Прочитал я в интернете, что необходимо отделять эти жировые полоски. У диких животных действительно мясо обладает специфическим вкусом. Поэтому вот эти жировые полоски, вот они белые, там такие. Их надо отделять. И, в общем, они не нужны по обработке мяса. Вот получились такие ребра. Достаточно неплохие. Чувствуется, что должно получиться неплохо. И в результате получилось неплохо по отзывам общественности, как говорится. Вот такие вот кусочки. Неплохие кусочки. Притом мне никогда не приходилось работать с мясом оленя. Вот. Ну, так на вид оно обыкновенное мясо. Ничего там такого нету. Запах, ну, запах как у мяса. Мясо как мясо, короче говоря. Вот. Ну, везде написано, что запах дикого животного, оно присутствует, когда изготавливаешь мясо. Ну, вот. Помыл его сначала, конечно, достаточно плотно. Потому что мясо долго лежало в холодильнике. Это видно однозначно. Оно было заморожено, долго размораживалось. После этого нарезал кусками. Снял жировые полоски. Сейчас будем мариновать. Ну, мариновки, сами понимаете, один из самых важных вопросов это лук. Лежим его небольшими кусочками. Берем немножко масла. Можно оливковое брать, можно подсолнечное. У меня была оливковая, ну, не знаю, как подсолнечное. Я взял масло, остатки белого вина. Закинул туда немного соевого соуса. Чеснока. Ну, чеснок для того, чтобы отбить этот вот резкий запах. Он действительно, вот я сейчас вспоминаю. Действительно как-то ел медвежателем. Там есть такой определенный резкий специфический запах. Но я думаю, что у оленей это тоже самое. Это же дикое мясо. Поэтому вот мы делаем такой ядреный, я бы сказал, маринад. Для того, чтобы как-то отбить все это дело. Будем мешать и будем ставить этот маринад. Ну, я думаю, часов на шесть минимум. Видел я рецепты, которые в интернете. Там говорят, что надо ставить на сутки. Ну, на сутки я считаю, что это много. Наверное, все-таки-то много на сутки ставить. Хотя, может, и немного. А мы поставим часов на шесть. Вот мы делаем такой маринадик. Все это дело перемешиваем. Сначала много мы туда не льем. Вот маленькая такая особенность. Сначала мы даем впитаться вот эта всего лишь кружка. Да, на такую ложку большую. Для того, чтобы просто она впиталась. Однозначно добавляет туда лимон. Во всей литературе написано, что лимон необходим для этого уничтожения, этого запаха определенного. Вот мы тихо-тихо-тихо все это сделаем. Сейчас мы еще все-таки добавим. Сейчас это все дело впитается. Добавим соевого соуса. Для того, чтобы не солить. Вот получилась у нас такая заготовочка. Сразу мясо потемнело за счет соевого соуса или бона. Смотрится неплохо так вот. По прошествии шести часов берем обыкновенную сковородку. Включаем наш газик. Спасибо большое, что есть газ. У нас в Питере. Уберу обыкновенное оливковое масло. Разогреваю сковородочку. Все-таки вторгень. И сейчас будем медленно обжаривать. Чуть-чуть прихватим это мясо. Для того, чтобы внутри остался маринадик. И... Ну, чтобы прихватить мясо. Вот. Ну, на большом огне это все я делаю. Для того, чтобы быстрее все это схватилось мясо. Так выкладываем. Уже начинает скворчать. Выделяться, видите, такая пена выделяется. Это пена... Это просто маринад выходит из мяса. Вода. Мы потом его просто сольем. Сейчас говорю, у меня просто люди текут. Вот. Вот. Все это жарится. Парится. Делается. Остается только лук у нас. Лук тоже можно использовать. Можно его просто пожарить. Так. И употреблять как приправу некую. Вот, видите, на большой скорости делается все это дело. Жарится, прихватывается на большом огне. Выделяется много такой пенки. Вот это как раз и есть та вода, которая была в нашем бегущем олене. Понимаешь? Мы его просто потом сольем. Вот так вот сливаем. Потому что это сок, который выделится. У нас остается такой немножко с кровяночки такой. Надо добиться, чтобы в этой крови не было на мясе. Вот. Не мешаем. Ну, в общем, никуда не торопимся. Да? Мы же делаем для себя, чтобы было вкусно. Как говорил один известный автор, торопиться не надо. И вообще, честно говоря, когда что-то делаешь, имеется в виду еду, я про еду говорю. Торопиться никогда не надо. Медленной скоростью тихо спустимся с горы, как говорится в анекдоте. И поговорим со статом. Вот. Ну, здесь мы поперчили. Вот эти такие интересные цвета мяса получаются. Вот у нас есть вот такие вот приправы. Розмарин. Несколько видов перца. Но все это дело мы перетрем. В ступочке я снимаю одной рукой. Мне тяжело снимать. Поэтому вот так и так получается не очень. Но, в общем, получается то, что получается. Мы все это мере молим. Вот. В ступочку такую ступочку купил в Стокмане деревянную. Вот. Все это еще при горячем. Подчеркиваю. В горячем виде засыпаемого мяса. Почему горячем? Потому что быстрее прихватывается. Видите, там дымочек идет. Пошло, пошел. Процесс идет. Можно было просто намешать. Но это неправильно. Вот. Горячий видит. Все это дело прихватывается к мясу. Вот. Но после этого идет процесс приготовления самого. Ну, самого этого мяса. Можно сказать так. Я купил морковки. Она уже свежепомытая такая. Чистенькая. Поэтому. Да. Готовить то мы будем в мультиварке. Поэтому. Нам нужна основа какая-то вниз. Мультиварка. Для того, чтобы мясо не горело. А чтобы все-таки была какая-то такая. Маленькая подушечка. Налила таким большими кусками. Парковку. Вот она мультиварка. Хорошая штука. Хорошая. Хорошая. Чего хочешь можешь делать. Никакого запаха. И ничего. Вот. Наливаем туда масло. Наливаем. С того. Хотя. Тефаль. Покрытие такое. Как у Тефали. Но все-таки нужно масло налить. Для того, чтобы ничего не подгорало. Засыпаем туда морковку. Это будет нижняя основа наша. На которой мы уже будем дать мясо. Укладывать точнее. Вот это морковочка. Видишь. Лук. Нам пригодился. Тоже туда. Тоже будет. Огреваться. Дышать. И мясо будет пропитываться. Всеми этими запахами. Хорошая. Ну а теперь поступаем к нашему мясу. Вот видишь. Уже прихватилась. Смесь перцев и все того, что я там. Добавлял. Закидываем мясо. Вот оно. Уже такое прихваченное. В мультиварочку закидываем. Так. Распределяем. Сверху. Для вкусовой гаммы. Добавляем остатки лука. Я специально его оставил. Не весь вываривал. Чтобы полностью забить запах, как говорится, бегущего ареня. Который был спортсменом. Поберем. Немножко. 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 Лимона. С добавлением масла. Масло все таки мы добавляем. Потому что мясо суховатое должно быть. Вот так на взгляд. Я вижу да. Поэтому мы кидаем туда. Видите. Это будет сверху. Поэтому он ничего такого. Он просто пропитает. Видимо запах. Возьмет на себя вот этот запах. И желательно конечно сверху. Действительно. Потому что снизу горит. Идет наверх. И этот лимон будет брать запах весь. Вот. Ну что. Вот собственно говоря у нас все готово. Закрываем мультиварку. Включаем. И есть там такая функция. Называется тушение. Точнее не тушение. А выпечка. И ставим на вот эту функцию. Выпечку. Вот здесь может быть не очень хорошо видно. Надо запомнить что. Выпечка самое крутое дело. Мясо лучше делать на. На выпечке. Вот сейчас дает. Два. Оба. Бинго. Вот эта выпечка. Час. Да. Мы ставим на час. Вообще. Все. Вся работа будет происходить в течение двух часов. Даже может быть чуть-чуть побольше. Но я думаю что два часа нам хватит за глаза. Чтобы гарантированно получить хорошее мясо. Но. Мясо я поставлю на час. Через час я его немножко переверну. В мультиварке. Вот. И. Еще раз на час. Одновременно. Вот когда. У нас уже. Проходит некоторое время. Минут 30-40-50 минут. Я беру помидорчик. Туда кидаю. Помидор. Зачем? Отвечаю. У нас же с вами. Знаменитая еда. Консей. Называется. А консей без помидора никак не идет. Консей. Что такое означает консей по-японски. Консей это мясо в помидорах. То есть кто знает тот знает. Ну а кто не знает будет знать. Мясо. Консей. Потому что сей по-японски это олень. А кан это видимо помидор. Но не знаю. Называется мясо консей. Вот. Ну все это мы заряжаем. Вот видите. Тихо-тихо-тихо он там выпекается. Ну и через некоторое время. Это время 2 часа. У нас получается. Значит 1 час 50 наверное. Через 1 час 50 мы открываем. И для того чтобы. Добавить некую такую изюминку. К нашему. Северному. Спортмену. Старея спортсмена. Мы добавляем туда. Правильно. Меда. Он расплавится. Будет обволакивать. Будет немножко. Потому что. В принципе. Даже ничего не почувствуем. Мы. Такую сладость. Но. Все равно. Какую-то. Определенную нотку добавят. Еще. Одна. Досолим. Одна. Одна. Вот. На час. Убщей сложности. Наше приготовление составила. Час. Пятьдесят. Где-то 2 часа 10 минут. но поверьте за час не очень получится вот в результате мы открываем аппаратуру доставая оттуда достаем вот эти красивые кусочки я все это принесу на работу специалистов будет оценивать мясо консей вот все он показал все рассказал мясо консей все пока всем привет так мы сделаем северного ряда раскатали я бы сказал пока пока